Ну вот и вторая игра на сегодня. RockSkiss против Maus на Curse Dota 2 Invitational. Хоть какие-то игры по Dota стали нам показывать в эти теплые майские дни. К сожалению, один из игроков сейчас не догружается. Я тут сейчас проверю, кстати, насчет лагов. Было или не было лагов вроде бы не было на предыдущем матче. Ну, что я вам, собственно, могу сказать. Есть одна такая новость не очень приятная. Это то, что у меня почему-то внезапно Dota в Full HD стало пролагивать. Представляете? Вот я пробовал запускать трансляцию и лагает прям. Не знаю, что случилось. Я тоже и папочки стримить пытался в некоторых моментах. Не помню, уже, может, неделю назад пытался запускать. В Full HD тоже ничего не работало. Приходилось ставить 720p и стримить, соответственно, именно в 720p. Но думал, что это как бы играть. То есть, когда ты быстро двигаешь камеру, передвигаешь FPS, соответственно, сильнее проседая, нежели чем ты просто что-то показываешь отдельно. Когда какую-то репку смотришь или матч комментируешь. И думал, что в официальной игре, в Captain's Mode, в которой я буду стримить, сидеть и объяснять вам что-то, что не будет никаких проблем. Но вот оказалось, что я ошибался, к сожалению. Я постараюсь трансляцию настроить обратно в Full HD для будущих матчей, которые нас ждут. Как раз таки, я надеюсь, что очень скоро, потому что там и WePlay Dota 2 тоже должны уже как-то расчехляться со своим турниром. Пока там перерыв какой-то. И, может быть, какие-то вот эти вот Curse Dota 2 Invitational, может быть, шоу-матчи еще какие-то будут, что можно было бы постримить. Ну и так далее. Ну, давайте тогда я, наверное, вернусь к тому, что будет сейчас. Rockskiss против Maus. Этот матч я уже озвучил. И Rocks в своем полном составе. BZZ, Dread, Solo, OneScore и... Не поменял никнейм, сейчас вспомню, вспомню. YOL, точно, YOL. Моуза тоже в своем полном составе. Sinderen, Fata, Koshqua, Paz и Black, кажется, да, кажется. По-моему, Black раньше у них был на пике после того, как уроки ушел. Ну, короче, не буду сейчас заморачиваться на эту тему. Народ пока что потихонечку заходит на трансляцию. Вот я сейчас, я сейчас, я сейчас возьму и сделаю анонс... Сделаю анонс на GetDot, чтобы народ все-таки заходил и не упускал такую великолепную игру сегодня. Ну что, поехали. Значит, Моуза на втором пике. На первом пике у нас, соответственно, команда Rockskiss. И у БЗЗ есть возможность сейчас пикнуть, знаете кого? Есть возможность пикнуть Никса, например. Потому что его, собственно, часто пикали раньше. До тех апдейтов, которые были. Сейчас же мы увидели то, что Na'Vi пикает Skyros Major, там, Tuscara и других героев, да, с которыми они выигрывают доту. Ну, не знаю, отразится ли выход вот этих вот патчей на пиках других команд. Например, таких, как Rockskiss. Менеджер команды Rockskiss, Paddox, в данный момент находится в лобби и, кажется, следит за происходящим. Пытается понять. Вот он, блин, Paddox на самом деле хороший менеджер. Я с ним делал интервью, но почему-то Empire его так до сих пор не загрузили. Вообще немножко странно, что такое происходит. Вроде бы меня так просят, мол, Фарсешка, иди, запиши интервью. Ну, вообще, пипец как надо. Так надо нам это интервью какое-нибудь сделать. Говорю, хорошо, хорошо. Посидел, подумал, подготовил вопросы, созвонился с Paddox, побеседовал. И вот я сейчас проверю, но, по-моему, я не видел, чтобы команда Empire опубликовала какое-то интервью. Может быть, просто я тут клевету какую-то навожу. Сейчас посмотрю. Его просто, наверное, не успели еще обработать. Не знаю, будут ли его вообще выкладывать, потому что оно уже, по сути, не рентабельно. Такое уже, по идее, получается старенькое. От Nami Rocks, KSV, PlayDota 2, ShowMatch. Который, кстати, даже не опубликовали. Или это я загружал, наверное, я загружал. Что-то, короче, я, не знаю, не догоняю. Ну да, вот, пожалуйста, интервью с Paddox я делал. Вообще, интервью в таком аудиоплане, я считаю, что они не очень интересны. Потому что намного интереснее смотреть видео-интервью, в котором присутствует, так сказать, интервьюируемое лицо. Прошу прощения за мой вот эти вот провалы с речью. Так, значит, Рубик еще берут маузалы. А в стиле Рубик Профит у Rocks. Что-то, да, такое стандартное, не отличающееся от тех пиков, что были раньше. То есть, по сути, Na'Vi что-то новое для себя почерпнули из апдейта. Ну, надеюсь, что другие команды тоже начнут что-то интересное показывать. И вот меня интересует такой герой, как Тракса. Она вроде бы сейчас есть в Кэптанз моде, но у нее такой вот минус добавился, очень серьезный, по отношению с той Траксой, которая была раньше. Она, то есть, когда к ней кто-то подходит в упор, она теряет действие своего ультимейта. То есть, у нее резко понижается дамаг, и она становится такой немножечко бесполезной подругой. И, ну, вроде бы да, вроде бы с одной стороны казалось бы, что герой стал очень плохим, но за то время, которое Тракса в ЦМе, вот с этим нерфом, я успел в пабе и за нее сыграть, и против нее сыграть. И, честно вам признаться, я удивлен, насколько она все равно рубит, насколько она все равно убивает. Поэтому, может быть, одна из команд все-таки пикнет эту Траксу когда-нибудь, там, на тренировочных матчах. И потом в Кэптанз моде мы ее тоже, может быть, увидим. Хотелось бы на нее посмотреть. Ну, хотя, что на нее хотелось бы посмотреть? Герой однокнопочный, по идее, да, то есть, что-то может быть интересно. Ну, просто прикольно Тракса в ЦМе, почему бы и нет. Надо добрать Роксом какого-нибудь Мидера, хотя они, кстати, сами Мидеров банят. Смотрите, Кавапа, Шторм, Магнус тоже имя же был забанен, БЗЗ убрал этого героя из активного пула героев здесь. Ну, им бы самим как бы не помешал какой-нибудь герой, который хорошо бы стоял в центре. Это может быть и Герокопсер, но мне почему-то кажется, что соло дадут какого-то другого героя. Блэк будет играть на Лайфстиллере, Кошкова, он Хардлейнер, поэтому я не удивлюсь, если этот немец будет играть на Фурионе. Кстати, если я не ошибаюсь, команда Рокскиз состоит из русских игроков, да, только кажется... Кажется, сейчас почекаем. Рокскиз, смотрим ростер. БЗЗ русский, Йолы русский, Дредд, естественно, Соло тоже, Ванскор россиянин. И, кстати, букмекеры-то как оценивают этот матч? 57% на команду Маус. Я вот даже бы, ну вот я не знаю, Рокс это сильный в последнее время. Я готов даже их в какой-то степени сравнить с командой Эмпайр. Вот когда в Эмпайр еще играл Фаник, но даже когда Фаник оттуда ушел, и у них появился Вигас, они какие-то результаты хорошие показывали, да. Ну, еще со старыми, там, Каблак, Сайлент, Вигас, Blow Your Brain и Скандал, да. То есть, действительно, тоже хорошо выступали и убивали, да. А потом, вот сейчас у Эмпайр, как вы знаете, огромные проблемы с командой. Они там обновили состав, у них завтра вот первая игра новым составом, которую я, наверное, не смогу пока... А может и смогу, не знаю, посмотрим. Если там будет возможность, там... Я просто билеты купил завтра на Железного Человека, третьего, на 20.00. Вот, если успею, там вроде в 17.00 матч начинается. Если мы с друзьями будем раньше собираться, то, наверное, не смогу прокомментировать. А если не будем, то, конечно же, покомментирую. И тогда на такси быстренько до кинотеатра на фильм. Попрошу, чтобы мне там попкорна закупили побольше. Так вот, а что мне там? Что Эмпайр, вот раньше, они убивали. Я вот болел за них. И сейчас, мне кажется, моя симпатия от Эмпайр переходит именно к команде Рокскиз. Потому что я тоже с многими знаком из них. И, собственно, приятно видеть, как они играют и как они побеждают. Короче, давайте посмотрим, какого последнего героя БЗЗ выберет. Нужен саппорт, желательно лесной. Саппорт желательно лесной. А кто тут из лесных саппортов? Ну, Фурион уже у Зовт. Ну, конечно, из лесных саппортов можно взять Энигму, можно взять там Инчу, можно взять Чина. Но это все настолько герои, которых редко пикают. Скорее всего, под Шадоу Демона возьмут... Вот, что тут, Леший есть? Лешего нету в бане, да? Лина в бане? Тоже не в бане. Можно взять либо Лешего, либо Лину. БЗЗ просто сейчас думает. Но, честно говоря, мне больше нравится смотреть на Лину. Но Леший, он показывает себя, по-моему, с более такой полезной. Да, то есть он более полезен, как мне кажется, из-за Диаболика, который позволяет пушить очень жестко. Лина, как правило, там не получает такого аутфарма, что у нее там даггеры и улы. Там она летает, одной или той там пол лица саппорту сносит. Ну, а в итоге, Роксы решили, что пикнуть Клокверка для Дреда будет правильным решением. Соответственно, Дарксир будет фармить в лесах. Шадоу Демон вместе с Гирокоптером стоят на сейфлейне. И Гира, там, БЗЗ, сам капитан команды Рокскиз является фармилой. Вот один из таких моментов, да, когда капитан команды фармит. Это немножко нестандартно, потому что принято, что капитан в команде тот игрок, который является одним из саппортов, который координирует. У него есть время для координации. Он смотрит, ну, то есть, у него роль такая, да, что он может, ему удобнее всего координировать игру. Ну, вот, например, команда No Tide Hunter, да, которая раньше так называлась, сейчас они Альянс. У них бывший, ну, раньше Eternal Envy был, да, капитан. Я, честно говоря, не помню, чем он уже занимался. Фармил он или нет, фармить он не мог. Саппортил, может быть. Он как раз таки может и саппортил. S4 у них, кажется, на пике, да, у Альянса. И S4 это мидер, если я не ошибаюсь. Ну, я говорю, опять-таки, доты давно не видел, поэтому и знание сцены у меня всегда было отвратительное. Поэтому я могу что-то путать. Но в этом случае, ну, наверное, ребята меня в чатике, если что, исправят. Так вот, такая же вот ситуация, видите, и у Роксов. У них вот фармила капитаник. У команды Maus последний пик VR, что, 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 что. Ну, в принципе, герой хороший, только куда он пойдет с Индерен этой VR? В мид, наверное, да. Все-таки Beastmaster, Udyr слишком хорош, чтобы не отправлять его на хардлейн. Ну, поехали. Закупаются пока что, ребята. У меня тут есть возможность камеру пока включить. И всяких анонсеров тоже добавить. Ну, пусть будут. Анонсеры, они, по крайней мере, не постоянно на глазах. Да. Так, Роксов собрались под смоуком идти на топ. Роксов есть пак, который достается мидеру соло. Он закупается. Ну, не совсем на фастботл, но, в принципе, нормально. То есть, тоже быстро сможет купить. Может быть, кстати, соло очень нравится как мидер. Не, на самом деле, я все равно считаю скандал одним из самых лучших мидеров. Даже в данное время. Даже в текущей команде Empire он все равно один из самых лучших мидеров, я считаю. Потому что он очень старается. И, ладно, давайте потом немножко об этом побеседуем. Давно просто не разговаривали с вами на всякие животрепещущие темы. Значит, Синдерен все-таки пока что с вардами не. Значит, все-таки на мид пойдет бестмастера на хардлейн. У нас отправит кошку. Фурион, все верно. Но он закупается, как бы, чувствуете, да? То есть, там, куча перчаток. Он будет фармить в лесах. Я вот только смотрю на этого Синдерена и думаю. Если он так закупился, ему на хардлейне реально делать нечего. С другой стороны, ну что, саппортить собирается просто третьим лицом на топе с пасом. То есть, четыре человека. Ну, посмотрим, ладно. Я просто не кажется, что это не очень хорошо. Ну, может быть, и получится. Надо глянуть. Бестмастер закупается на фастботл. На топе два человека. Йол и Дарксир. Вот это, оказывается, интересный поворот. Дредд сейчас будет мешать фармить Блэку. Постоянно навешивая Йоншилла на своих крипов, чтобы Блэку... Ну, чтобы Блэку просто тяжело было добивать, реально. Так, еще второй повесил, чтобы он его коцал. Ну, а соло против... Не, ну, пак против Бестмастера стоит, в принципе, неплохо. Смотрите, там, кстати, сзади уже заходит пас, подходит. Дредда начинает фокусить. У Дредда нету Сержа. Еще поворшот. И это ФБ. Как так-то? Как так? Рокскиз, в чем дело? Неужели это было такой неожиданностью для вас, что... Так глубоко нырнули и... Затерпели. Смотрите, кстати, соло может сейчас убить Бестмастера? Да! Ну, вот это вот другой совершенно момент. То, что там... Дредд отдал ФБ, это... Ладно, с этим еще можно смириться. А вот то, что соло Бестмастера убил, вот это... Вот это круто. Вот жалко только, что Дредд немножко не дотерпел до того момента, когда соло там начал вот эту вот драку. Потому что в такой ситуации получить Фестблат на миде, это... Это очень большое преимущество, с которым потом придется считаться в любом случае команде, которая это преимущество отдает. Так, тут опять начинается какая-то беготня по лесам. В итоге Блэку, ну, не так уж и тяжело фармить с этими оншилами. Так, что-то там за чат зачитался совсем за монитором. Забыл на топе, опять война, Дредд, ну, у него первый левел, у него опять-таки нет Сёрджа. Йол тут... Вот на самом деле вот такая комбинация героев, Дарксир вместе с Клокверком, она... В каком-то смысле интересная, потому что вешают... Вешают Дредд и Оншилл на Клокверк, он подходит, запирает в Коги, врубает картечь. И там очень больно, если особенно какого-нибудь там, не знаю, Синдерена или Баса закрыть. Будет неприятно. Ну, два раза уже он умер Дредд и это не очень хорошо. Плюшечку ещё такую дал, тычку. А у саппорта здесь, у Рубика два асиста, у Синдерена тоже один фраг, один асист. То есть, всё, у Блэка тоже один фраг, один асист. Всё просто вообще очень хорошо в той трипле. Ну, я думаю, БЗЗ там не отстаёт, он дофармливает свою Аквилу, наверное, с этой агильной маски будет делать именно Аквилу. Хотя, вот противоречивая на самом деле вот эта штука, Аквил и Ринк, когда ты играешь на таком полном фрифарме, то есть, у тебя есть возможность купить, например, айтем получше. Там, то есть, ты покупаешь вот эту агильную масочку, да, и надо потратить ещё целых, вот подумайте, 500 золота для того, чтобы купить Базилу в Соло. Что творит? Что творит Соло? Ну, не знаю, вряд ли убьёт, наверное, Фата тот юзает банку. Или, слушай, всё-таки убьёт, может просто от овера натерпеться, да, я думал, что, может быть, там каким-то образом Бистмастер сможет дообузить Боттл, что у него откатятся топоры и развернётся. Ну, вот сразу видно, Соло на новом компе просто играет. Если вы в курсе, такая ситуация была у Соло неприятная, что у него там было не на чем играть, да, на стареньком компьютере играл, всё глючило, всё лагало. Вот сейчас же у него, вот, Падокс рассказывал, что ему всё-таки приобрели, по-моему, новый компьютер. Руну законтролил кошку, а ДД у него до Медаса ещё не так уж и долго осталось. Думаю, что где-то к шестой, к шестой с половиной минуте должен он всё-таки сделать этот айтем. С тринтами Дефит Ботт пока что. Слушай, я этого Джаггера в анонсерах никак не могу перебить его, к сожалению. Так, а фейзы появляются в БЗЗ. Кошку тут, имея дабл дэмэдж на руках, он так немножечко Герокоптера покосал, поломал. Добить эту вышку, добить эту вышку, добить эту вышку. 300 хп тут ещё к этапу. Ну, вот потанковать просто-напросто нечем, так можно было бы. Можно было бы постараться её убить. И что там в итоге на хардлейне? Йол второй левел. Дредд, четвёртый левел, в принципе, соул рингом, да, Дредд играет, Андрюша. Должны вышку снести, сейчас появятся какие-то деньги, может быть, саппорты хоть сапог себе какой-нибудь купят. Вот Йол, да, вот он точно себе сможет сапог прикупить, и Дредду сапог пока что, ну, не так сильно нужен, да, то есть у него сёрш есть. Хотя может, конечно, и купить, вот, соул ринг летит. Соло, седьмой левел, он должен побольше, так, что-то с Синдереном случилось, паузу поставили. Что же случилось с Синдереном, непонятно, но сейчас должны расчехлить. Ну, вот смотрите, да, то есть поначалу, вот они, вот она отдача ФБ, вот он фраг на миде. Вот она, вот ещё одна отдача на хардлейне, вот ещё один фраг на миде. И в итоге потенциал возрастает, да, то есть потому что Фурион там на боте не получает столько экспы, сколько здесь вот получает Йол и Дредд на двоих, да. Ну, и тут, соответственно, много очень человек на топе было сосредоточено. Но сейчас Кошка тут должен, конечно, что-то сделать, у него мидас. Ну, хотя он не просто на боте стоял, он просто сейчас в данный момент туда прилетел, но драгоценное время он, конечно, теряет. Драгоценное время, конечно, теряет, потому что крипы сейчас у него далеко отойдут, и он с этой пачки крипов вряд ли что-то получит. Ещё с пачки крипов, которые здесь пойдут, тоже вряд ли что-то получит. А Синдерен у нас бежал, непонятно, на мид ли он бежал убивать кого-то или... Блин, ну, как же всё плохо у Фаты. Невероятно плохо соло седьмого с половиной левела, а бестмастер пятого с половиной. То есть разница в два левела, в два фрага, это очень существенно на центре, и можно здесь соло просто поаплодировать за то, что он реально вытащил бестмастер без зверей. Ну, на миде очень часто качается пассивка, которая увеличивает скорость атаки, ну, для того, чтобы было полегче динаить, якобы. Но я всё равно приверженец того, чтобы бестмастеру качать покемонов. Во-первых, с ними... Контроль рун тут, конечно, и так присутствует, потому что и саппорты выходят руны контролить, и, так сказать, ворды стоят. Постоянно, обычно, на первых минутах. Ну, вот, если говорить о паблике, то там, мне кажется, зверей действительно лучше прокачивать, потому что не всегда есть возможность руну посмотреть или... Да вообще там в миду против... Вообще против милишных героев, по-моему, кабан это лучше не придумаешь, чем кабан. Он замедляет, он дамажит. Можно ему ещё сзади там подходить, пинки давать герою, которому с центра убегают. Особенно все так любят пуджей пикать, да. По-моему, бестмастер против пуджа. Вообще лучше не придумаешь героя. Ну, там, понятно, что можно там аксов всяких придумать, но если говорить о конкретном паблике, то можно много чего выдумать. Там синий экран у бедного Синдерена. Наверное, отзвонился там каким-то образом. Давай смотреть. Мне очень нравится Darkseer вместе с Клокерком. Вот, кстати, народу на Empire TV прибавилось. Я всё-таки напоминаю вам, что основной чат на моей трансляции находится на сайте EmpireTV.org. Я, то есть, читаю его в первую очередь, а потом там переключаюсь на другие чаты и читаю там. Там, вот, кстати, один из них я почему-то даже забыл открыть, что для меня не характерно. Так. Вот, всё. Тут, кстати, народу тоже очень много, я что-то даже туда не гляжу. Какая-то странная картинка квейковская почему-то. Я же вроде бы ставил только заставки из... Соло на старом компе до сих пор. Говорят. Поправляют меня здесь. Третьих как... Сейчас. Трёх големов заберёт. Трёх големов. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что он... Ну, может быть, кстати. Может быть. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, поправляют меня здесь ребята на Good Gaming. Ну, я, на самом деле, всегда зато за какую-то критику положительную. Ну, как бы, в смысле, за критику обоснованную. Поэтому я всё-таки в доте ещё и учусь. Да. Не такой уж я и... Старый комментатор, чтобы всё делать качественно. Ну, да, там пока что Фата вместе соло обсуждают. Не, ну, блин. Как так-то? Как соло на старом компе? Значит, подлог сказал, что в скором времени должны приобрести. Ну, мы точно с ним беседовали про соло 100%. Значит, где-то я там лишнего, да, сказал. Так. Ему ещё не привезли откуда-то. Вот, вот. Хакер, значит, знает точно. Не привезли. Ну, ладно. Будем надеяться, что... Как бы... Что бы я ни говорил, где бы я ни ошибся, что в любом случае соло скоро сможет получить те самые комфортные условия, в которых он будет тащить, я надеюсь. Вот насчёт трёх големов говорили, что убьют. Но он тут, скорее всего, стакать их хотел. И убить он их не сможет на таком левеле. Мне кажется, что... Попытается, конечно, маленьких там как-то покоцать. Ну, долго он их будет убивать. Очень долго. Намного быстрее он смог бы фармить в своих лесах. Так, соло. Уходит. Вот тут попытался Синдерен загангать вместе с хостой. Ну, подобрал хосту и попытался его загангать. Хотя у него... Стоп, какие у него пеньки? А, у него третьи пеньки, естественно. Да, ну ладно. Он сейчас должен-должен ковыряться с этими големами. Какой великолепный шекл от Синдерена. Он смогут ли убить? Конечно же, Йо ставит Коги. И вытаскивает пас сейчас Йо с Когов. Подходит соло. Ставит великолепный ультимейт. Арбой, к сожалению, только по Синдерену. Он попал. И возникнут, наверное, проблемы с фрагом Найкса. Ну, Рубика должны еще забрать. Ну, вот. Соло выходит с линии и делает грязную работу. Очень важную грязную работу. Помогает ребятам убить. Помогает ребятам стоять. Ванскор в этот момент, пока соло отлучился, стоит на линии. Пока что никуда не высовывается. Наверное, хотят сейчас убить Фату. Но Фату попробуй еще убей. 830 хп. Жирный. Очень жирный парень. Тем более, что у соло нету в данный момент ультимейта. Ну, Ванскор просто туда вард воткнул и, наверное, отойдет. Но видите, все-таки голема он только большого забрал. Трех големов ему забрать было проблематично. Ну, он подошел просто на линию. Тут крипы еще пропушились. Да, соответственно, такую халяву, конечно, всегда приоритетней фармить с лейн. Да, нежели чем лес. Так, Ванскор ставит вард у нас на бот руну. Сейчас она, кстати, появится. Надо ее проконтролить. Синдерен бежит на топ. Но он бежит туда. Сентрик поставил. Забежал наверх. Посмотрел. Варда там не увидел. И руна появляется на боте. Да, появляется руна на боте. Это иллюзия. Пока там линия пропушивается в другую сторону, Варен возвращается и дофармливает вот этих вот... Вот у него, собственно, Мидас появился. Он там одного крепа с линии продал. Ну, по идее, кошка вот получил. Получил то, что пытался сделать все это время. Все эти 8 минуты. Еще у него же стоил левел, ультимейт. Вызвал пеньков. Поправляет в леса. Солд вместе с Ванскором подходит на бот. Тут очень слабенькая вышка. Ее должны убить сейчас. Мауза вряд ли что-то с этим смогут поделать. БЗЗ с фазами и Аквилу. Видите, Аквилу он не доделывает. Несмотря на то, что у него уже огромное количество золота. И если бы команда RockSkiss хотела бы пробить вот эту линию, намного легче было бы это сделать с Аквилой. Потому что она ауру такую дает очень приятную для крипов по армону. Естественно, намного легче пушить. Но БЗЗ копит деньги. Он покупает Shadow Амулет. Ему для того, чтобы купить Shadow Blade, осталось фармить еще совершенно немного. Вот если бы у него там стояла какая-нибудь агрессивная трепла на боте, куда там вот то же самое Наикс, Рубик и, например, вместо Верки был бы какой-нибудь Никс, предположим. То есть реально тяжело стоять. Или Котл. То тогда бы он, скорее всего, купил Баквилу. Потому что у него не было бы столько фарма для того, чтобы приобрести Shadow Blade. Ну, мне так кажется. Блэк начинает без Мидаса сразу же собирать Армлетку. Ну да, он значительно по Ласхито отстает от своего оппонента БЗЗ. И собирать Мидас у него банально нет времени. Мидас есть у Фурича. И на том спасибо, собственно. Будет фармить хорошо. Уж лучше тогда плюсики качать для Диная Бестмастеру, нежели чем пассивку. Ну, я никогда не спрашивал, почему Бестмастеру качают Ауру. Может быть, ее и не для Ласхито качают. Но, с другой стороны, зачем она еще Мидру нужна? Вообще, в целом, то есть, демеджа особо нет такого большого, чтобы эта Аура невероятно на ДПС прибавляла. Так, ёлк, урубил картечь. Пытался тут пугать немножко пасса. Тепла отходит. Что Диман подошел на топ-5 левела. Третий Солкетчер у него вкачан. Все как надо. С Ядом. Пытаться зацепить Ласхилера. Блин, он жирный. Он с Рейджем, он с Инфестом. Далековато выходит Воскор. Прячет Солкетчер. А, тут Безозем инвизи с дабл демеджем. Ну, тут, конечно, можно подраться. Нифига себе. Он пол лица снес Рубику с удара Шедоублейдом. Кастует сейчас ультимейт Безозем. Ну, какой великолепный шекл-шот от Синдереяна. Блэк сейчас может попытаться сгрызть Безозем. Но у того есть Шедоублейд. Поэтому он, смотрите, заходит сейчас в пину. Тут портнулся бисмастер как не вовремя. Безозем не хочет открываться под бисмастером. Да, тут у него могут возникнуть проблемы. На Блэка повесили Солкетчер. Ульту поставил пак не самую плохую. Ультанул Фата в Шедоублейд. У Безозем сейчас тоже должны возникнуть проблемы. Сердж кастует на него Дредд. Безозем уходит. Уходит Безозем. Но как там дела у Солла? Солла умер. Ну, надо отметить, как командно сыграли Маус в этой ситуации. То есть несколько телепортов и проблему удалось решить. Но, кстати, Безозем не собирается отступать сейчас в Шедоублейд. Как даст плюшечку. Еще пытается Курьера убить. Прячется в леса. Сейчас у него откатится Шедоублейд и будет отсюда, наверное, убегать. Жалко, нету Фласки какой-нибудь на быстрое агрессивное лечение. Можно было бы сейчас завязать Фласку, развернуться еще вот этим пацанам навалять. Опен Ваунс в Дреда. Партится сюда Фурион. Безозем тоже, кстати, рядом. Закрывает именно Безозем, потому что его Лекси будет здесь убить. Стяжка от Дреда и Безозем не смог выжить. Как обидно. Но зато Дред выжил, да? Так бы Дреда бы убили. Скорее всего. Это Бестмастер. Неужели у нас Мекку решили собирать из этого Баклера? Похоже, что да. Похоже, что будет делать Бестмастер Мекку. Забрал еще руну Регена. Ну, Соло не знаю, что он тут хочет сделать. Слишком много народу. Дает Сайланс, его не шеклит Синдерен, поэтому у Соло есть возможность отсюда идти. Ой, накричал! Фата не пожалел ультимейт. Ну, конечно, не пожалел. Собственно, у него КД не такой большой. Тем более, убить Соло все равно надо, надо было бы этот ультимейт тратить. Думаю, что тимфайтов сейчас особо не будет проходить. Не ожидал, похоже, Соло такого поворота. Даже если бы Синдерен даже если бы Синдерен не подошел, мне интересно, как бы он убивал его в Соло. То есть, Фата тоже мог бы таким же образом ультануть и постараться убить Пака. Летят ракеты на бот. Ну, пушить-то, конечно, смогут, ребята, без проблем. БЗЗ. Ну, вот, немножко его фарм приостановился, да? То есть, сейчас Кошкова на пару с Блэком должны получить какое-то золото. Ой-ой-ой! Ёлл, подходит, ставит Коги в Кошкову. О, Пак! Ну, всё, Кошкова тоже не железно. Ещё бы Блэка здесь убить. Так, насквозь соло через арбу пролетел. Да, забрать Блэка задача не из лёгких. У него рейдж и фаза с барабанами. Ну, представьте, если он вкастит барабаны и прожмёт фейзы, насколько он как бы быстро побежит. Я не помню, как конкретно у него мувспит. Надо как-нибудь потом посмотреть. Помню, что у Луны, по-моему, Яша, Транквилы и барабаны 465 мс, по-моему. То есть, около 520. Культует фурачник. Похоже, сейчас будет драка. Ставит коги. ЙОООООО Ипак-то как красиво спрятался, чтобы не зашоклил его вместе с BZZ, но тут получил слишком много урона. Поставили варты и убили в итоге BZZ-шку. Кошка подходит дальше, у него есть спрут, но до Ванскора надо еще добежать Он ведь тоже с сапогом как-никак Вжимает барабаны Да, Блэк вжимает барабаны, прячет себя в дизрабши Ванскор пытается протянуть немножко время Но все равно этот фраг дается команде Маус очень легко И немцы должны пробить сейчас топы-то как минимум Может быть даже, хотя, что тут может быть даже Добьют топы и разойдутся они, ни хп, ни маны Отставят здесь одного Блэка Он тут дофармит каких-нибудь крипов, которые оставались И передислоцируется в лес Синдерен еще арканы скинул Ну вот и отлично То есть у Блэка Есть возможность дофармить Ну вот готовая мека у мистмастера с его гангами И которые он делал И фармом, который он получил за эту игру Кто-то стакает гирокоптеру крипов Да, тут два стака, кстати, есть Ящерица и голем Два стака имеется Ванскор вардит Да, такая потная идет игра Посмотрим, что там с преимуществом Оно в данный момент находится у команды Маус по золоту Ну и по хп, естественно, тоже Потому что они там хорошенько подрались В последние драки Да и вообще, в общем Глупо прозвучало А, то есть Фурион с Мидасом Это, так сказать, потенциально больше хп и больше золота Кормит ракетами Ёл Вражескую половину карты Ну он там пытается что-то увидеть, да Посмотреть Формит кто-то там на Эншин Не формит там Или на Рошане Ну да, с Фурионом можно очень быстро убить Рошана Потому что он вызывает тринтов Этими тринтами танкует Сова видит сейчас в смолке руну невидимость Это уже забавно Сова в смолке Значит, она теряет свой смолк И зависает над опушкой И тут Дредда видно Наверное, Дредд отъехал Он кастует Ой, ее зашаклили Даже, похоже, не придется Фатя кастить свой ультимейт Я думал, что немцы нацелены именно на то, чтобы После ультимейта Бестмастера там Начинать убивать Дредда Но даже он не понадобился на самом деле Здесь Тяжело справляться с Блэком У которого есть Армлет У него 1800 кп В данный момент он самый плотный Просто чувак на карте Даже без Армлет он, по-моему, самый плотный 1300 Ох, еще один шеклшот от Синдерена Синдерен сегодня просто попадает Что-то своровал Рубен Кричит Фата на аванскора Минус блокер, минус шедоу демона Сейчас БЗЗ пытается с шедоу блейда Какую-то тычку такую дать побольнее Но, по-моему, сейчас ему самому приедет Сверху Очень много чего нехорошего Да, да, так и есть Обидно Вот вроде бы так хорошо начиналась игра Вспомните, два фрага для соло в центре И в итоге мы имеем то, что имеем То, что команда Рокскиз слегка зажата Геракопсер очень хорошо отфармил за 8 минут шедоу блейд сделал А в данный момент тут прошло... Сколько? Ну, грубо говоря, 10 минут практически прошло Да, а у Геракопсера вообще... Такое ощущение, что вообще ничего не прибавилось Да? Что-то он купил там Брейсер, просветку какую-то Там Телепорты еще покупал И, то есть, как бы, вот весь его фарм Бейсмастер подбирает руну невидимости А Дегис у нас, по-оборот, похоже, Блэк Ну, по крайней мере, у соло все хорошо У него дайгер есть Это важно Если соло сможет хорошо скастить Сайланс То, может быть, инициация будет удачной И получится подраться Вообще, я в Геракоптера верю Как в кэри Героя он Обычно раздает неслабо То есть, и... Как бы, с Найксом он тоже сможет Побороться там в лейте в каком-то Яшу покупает себе Блэк Интересный выбор Наверное, будет делать Сенчин Дьяшу Потому что... Ну, а почему вы не... Смотрите, с фейзами 484 Я почему-то думаю, что если Блэк прожмет барабаны, то у него будет СТ-522 Очень быстро убивает Т1 на боте Мауза Ну, а в центре... В центре, интересно, смогут ли по 9? Ну, тут 3 человека, но по 9, в смысле, попытаться можно Костанул Меку Дредд Отступает отсюда Рокси Фуры сейчас попытается как-то, наверное, с пруты закрыть Ох, инициация! Смотрите, от Йола! Ну, здесь Блэк врывается из Шедоу Блейда, который был у Фуреона Блэк, Блэк сгрызает ванскоро Ванскоро нету ни стиков, ни маны, что-либо скастит Да и даже вообще все в КД БЗЗ там бегает Стенку поставил здесь Дредд Йол тем временем сделал даблкил Подходит соло Пытается задизеблить Блэк, но Блэк очень быстрый С ним сложно справляться Реально поднимает Дредда Начинает фокусить Мауза Минус Дарксир Тут еще Кошку оббегает Готов скастить спрут какой-нибудь Ну, вот Не очень хорошо в итоге подрались Главное, что БЗЗ живой Это, наверное, самое важное Так У нас Йол под Оупен Ваунсом Убежал, поставив Коги Вэк 2000 Ну, вот он уже и Сенч купил Вот он, летит Сенч Сенч Индьяша После того, как Сенч Индьяша стал собираться без рецептов в Доте По-моему, мы его стали немножко почаще покупать Раньше как-то Не так Ох, обнаружили сейчас стаки Вражеских Эншентов И сейчас их должны очень быстренько зафармить Но обидно, конечно, все это наблюдать Ой, Йол потратил ультимейт В упор ультанул То ли в Соло, то ли в БЗЗ И синицировать драку здесь не получится Сейчас пытается Соло убить Быстренько пас Ультить здесь герокоптер Но его Синдерен опять связывает Ну, посмотрите, какая привязка Такое ощущение, что на Макс РНЖ Синдерен попадает Эти шеклшоты Убивают Соло И, наверное, Иван Скор тоже не сможет выжить В этой такой Неудобной ситуации У Блэка мало ХП Но не забывая на то, что у него еще есть Аегис Да, и этому Аегис еще целых 3 минуты жить То есть он может даже позволить себе Умереть даже Не просто там в тимфайт А именно пойти, тупо слиться Получить полное ХП, полную ману И идти в атаку дальше Почему бы и нет Догрызает Блэк потихонечку вышку И перемещаются немцы на топ Тут с кошкой должны они еще и Т2, по идее, забрать Зареслится пак через 10 секунд Но я не думаю, что это каким-то образом должно Маузов остановить Да, даже он, по сути, зареслится там за 2 секунды до того, как вышка упала Осталось все башня на боте Сейчас нужно перегруппироваться И идти на бот ломать вышку Блингдагер купил себе Бистмастер Для более плавной инициации Резкой, наоборот Для более резкой инициации Синдерена Форстафт Ну Синдерен реально сделал много в этой игре Его шоколшоты Это, я думаю, процентов 30 победы Команда Мауза, это точно А 30% победы от одного игрока Ну, по идее, один игрок должен 20% победы выносить Да, вроде как в пятером играет Так что Синдерен взял на себя дополнительную, так сказать Эти вот дополнительные 10% Которые Бистмастер в центре потерял Два раза отдавшись Соло Такая вот, какая там непонятная аналитика Пошла Ну а что тут еще скажешь? Блэк идет ломать вышку Ему помогает сейчас вся его команда Опять шоколшот Опять от Синдерена И падает Дредд, падает Соло Сейчас он пытается, наверное, уйти на арбу Но не успевает этого сделать БЗЗ, в принципе, неплохо ультанул Должны убить здесь Блэка Ну, не забываем, что у него есть Аеги Сейчас он появится И будет еще злее, чем прежде Пытается завкусить Йола Прячет его в дизрапшин Вот скоро, на самом деле, может быть, лучше было бы здесь прятать дизрапшин Именно Блэк Он сейчас прошелся по стенке Топоры не коцает БЗЗ, если бы они его закоцали Они могли бы его даже убить на самом деле Ну, и что? И что? Разбегаются Вышку отдали Подраться-то подрались Причем Надо отметить, что не самым плохим образом подрались Если бы умер на Экс То есть, если бы он был без Аегиса И умер бы То это можно было бы даже назвать хорошей дракой Ну, Сёрдж тогда Все Убегает Дредд У тебя Блэк не собирается от него Ой-ой-ой, слушайте А что? Блэк-то, кажется Если бы не Йолан, он бы точно бы за Дреддом пошел Потому что С Инчиндьяши, Барабаны И Фейзы 492 бежит С ума сойти Какой он шустрый Инфест в Бистмастера У которого есть Блинкдаггер Это сулит неприятности Роксовскому пику Кошкой почти кекс Доделан Ой, Дредд, как ты попался-то? Зашаклил опять этот Синдерен Видно было Но далековато вышел, на мой взгляд Бегает тут по вражескому лесу Бистмастера на Хейсте И ломает ворды Такой вот фото суровый Катя, не успел Так, Арба, успеет ли на Арбу? Нет, не успеет Подультом кошка все это быстренько Ушло Все эти хитпоинты, которые были у пака Пасы, что сворованный ваншел 2700, блин, тут страшно смотреть на самом деле На маузов У них Тараска там Лайстилера Должна быть в скором времени 15000 по золоту И 15000 в экспи Да даже больше Я так просто на цифру смотрю Там Не считаю Разницу Смарт, тут, конечно, где-то 1017 По-хорошему Партится в итоге сейчас Блэк У него, наверное, через 30 секунд откатится ультимейт Но никто, наверное, не поможет здесь убить Ребята в БЗЗ Он уходит на Своих эншентов И спасается бегством Тем временем Блэк на топе дофармливает линию И все ближе и ближе к вражескому Т3 Не знаю, есть ли смысл сейчас пушить По идее Можно немножечко еще минутки-две пофармить Да, на Тараску И приобрести Не знаю, попытаться выбить Аегис Да Здесь вот Со второго Рошана Почему бы и нет Вполне Вполне могут это сделать У Фуриона есть Хекс Ну, потенциально В его золотом запасе Доминат появляется в БЗЗ Стака теншентов он Ну, пока, по крайней мере, не стакает Думаю, должен он это, значит, в скором времени Ну, тут даже если он начнет с така теншентов Тут, во-первых, вард стоит Все это будет видно И он эти хендшентов, скорее всего, настакает не для себя А для Блэка Так, что там летит уже Тараска Вот рецепт И Виталити Бустер Сейчас должен быть куплен Блэком Ну, вот скажите мне теперь на милость Как этого Блэка убивать Непонятно Непонятно Жесткий парень Можно, конечно, со стенкой подраться Там Ультом Геракоптера его закатить Замедлить Но он даже под всей этой ерундой Он очень быстрый С своей сборкой Да и тем более Бисмастер там не даст расслабиться Он там ворвется Накричит И не успеешь опомниться Как В таверну улетишь Сандерен еще у нас С форстафом Арканами Полный стик Ну Смог пошел Да Пайвмен дота Смог Так Ну На эншентов Или Или куда будут нырять Роксы Тут вардов пока что никаких нету Но не знаю Хавк видел их или нет Я вот что-то не заметил Так Блэка Сейчас заметили Блэк сразу же Костанул Рейдж убежал оттуда Под Фейзами Чуть ли не 522 У него Как вы